Канал Санкт-Петербург, программа Утро. Здравствуйте. Да, а Оксана Татульян сейчас расскажет нам, как поженить витамин А с витамином С в одной кастрюле. Доброе утро, друзья. Ну что, весна – это пора, когда солнце появляется чаще, когда на термометре у нас показывает плюс. Но многие из нас замечают, что организм чувствует себя слабым и истощённым. Так вот, как же помочь нашему организму, как разбавить наш рацион полезными продуктами, расскажет и покажет нам сегодня наш диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Так, я вижу, что главный ингредиент сегодняшнего завтрака у нас – квашеная капуста. Да. А почему так получилось? Дело в том, что квашеная капуста имеет очень большое количество положительных свойств. Она содержит около 50 пробиотических микроорганизмов, которые улучшают работу нашего кишечника. Мы знаем, что 70% нашего иммунитета заложено в кишечнике. Кишечники. Да, здоровый кишечник, здоровое все остальное. Так, с чего мы начнем? Мы будем тушить квашеную капусту. Для этого мы для начала нарежем лук. Прекрасно. Причем лук, естественно, сам по себе обладает тоже антисептическими свойствами. Для профилактики мы используем антисептики. Это может быть и лук, и чеснок. Это будет в том числе куркума, которую мы сегодня будем использовать. Мы ее будем добавлять в квашеную капусту. Причем куркуму я рекомендую добавлять во все блюда. И в мясные, и в рыбные, и в салаты ее можно добавлять. У нее нет особого яркого вкуса, да? Да, да. Поэтому куркуму можно спокойно использовать. Кстати, кроме того, что она антисептик, она обладает еще хорошим противовирусным действием. Кроме этого, клюква тоже является мощным антисептиком. Мы теперь можем ставить сковородку. В тушеную капусту мы потом будем добавлять сливочное масло. Не только жарим на нем, но и добавляем уже в готовую еду. А почему это важно? Сливочное масло имеет большое количество полезных свойств. Во-первых, это жир. И у нас в легких есть такое вещество, которое называется сурфактант. Это вещество, которое препятствует проникновению вирусов и бактерий в кровь из альвеол наших легких. Сурфактант на 90% состоит из жиров. Поэтому важно получать такие жиры, как сливочное масло. Плюс сливочное масло хороший источник витамина А. А витамин А не только стимулирует работу клеток иммуноцитов, то есть клеток иммунной системы. Он еще и способствует тому, чтобы эти клетки не слущивались, вообще наши клетки в организме, и восстанавливались, в том числе клетки слизистых. Таким образом масло будет способствовать восстановлению этих клеток. Плюс в масле содержится, ну пусть небольшое количество, но все-таки витамин Д. Мы капусту не жарим, мы ее душим. Да, то есть мы слегка пассеровали лук, и сейчас мы будем тушить капусту. Так, наша квашеная капуста готова. Она уже потушилась. Мы в готовую капусту будем добавлять сливочное масло. Аккуратненько все это размешиваем. Это у нас как вариант горячего гарнира. И у нас еще будет с вами холодный гарнир, как такой салат. Может быть, какому-то крупенному гарниру можно такой салат. Блюдо готово. Это тушеная квашеная капуста. Полезный витаминный продукт, как мы узнали сегодня. Но мы с вами не прощаемся, друзья. Оставайтесь с нами и встретимся в следующем включении, когда будем готовить десерт.